Настало время рубрики «Я сама». Очередная порция ЗОЖ от самого спортивного корреспондента программы Кристины Карповой. Смотрим. Дмитрий, что такое йога? Меньше переживать по поводу всяческих неудач своих, если они случаются, они так или иначе все равно случаются. Как получилось, что Вы пришли в йогу и как давно это случилось? Сложно назвать конкретную дату, когда я сюда пришел, к этому пришел, к йоге. Это началось очень давно. Это были сначала увлечения различными восточными боевыми искусствами, которыми я сначала занимался, потом преподавал, потом было увлечение различными психотехниками. Всякими психологическими тренингами, которые я тоже в какое-то время проводил. И потом постепенно это перешло к увлечению йогы как к какой-то более целостной системе, которая включает в себя работу с человеком с различными гранями нашего существования. С телом, с умом, с тем, что принято называть энергией, хотя я не очень люблю это слово. Мне эта система как-то понравилась. Найдем ли мы на улице тех, кто занимается йогой или кто хотел бы ей заниматься? И много ли людей, которые считают, что полезна йога для здоровья? Проверим. Энергию прибавляет человеку. Она так усиливает внутреннее состояние. Как и спорт, и гимнастика, она в любом случае полезна. Это растяжка, это мышцы, это суставы, сухожилия. Я думаю, в нашем ритме жизни, когда люди очень малоподвижны, это просто необходимо для поддержания собственного здоровья. Конечно, это полезно, это вообще развивает мышцы и тело, и здоровье, душевное удовлетворение. А в интернете можно найти упражнения и заниматься дома одной, без профессионалов? Ну, это весьма проблематично, потому что у нас, как и у большинства из нас, так и иначе, есть разные проблемы со здоровьем. Но, скажем так, в любом случае, наше состояние не идеальное. Если мы начинаем осваивать упражнения по книжке или по какому-то видео, то мы допускаем кучу ошибок, и эти ошибки мы просто не осознаем. То есть мы думаем, что все хорошо. Поэтому вначале однозначно нужен какой-то преподаватель, инструктор, который будет эти ошибки корректировать. Сегодня вы мне поможете освоить йогу? На каких начальных работах? Ну, я вам помогу попробовать сделать несколько упражнений самых таких базовых, насколько мы успеем, чтобы вы просто могли почувствовать, как может работать тело по-другому. Раз. Ставить. Держать лопатку. Ничего страшного. Достойки себя. Голова, шея к полу. Лечь, чужая, задь, дво. И ноги постараться перевыкнуть. Вот так. А что, это вкусно. И чуть-чуть постоять несколько секунд. Чуть-чуть, несколько секунд постоять. Стойки пятнами, даем вниз. Вниз? Вниз, 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 вниз. Теперь потихонечку, плавно опускаемся. Ну, это разные конфессии будут заниматься йогой? Да, в общем-то, да. Ну, как бы, тут, естественно, зависит от того, йога – это понятие очень такое многозначное, и разные виды вкладывают, естественно, разные какие-то смыслы. Если речь идет о какой-то такой здоровой физкультуре, то почему нет? А есть ли категория людей, которым нельзя заниматься йогой? Ну, безусловно, есть такая категория, даже не то, чтобы нельзя, а категория людей, которым нельзя заниматься по общим программам, то есть, когда приходить в группу и заниматься. То есть, это люди с таким сложными заболеваниями, это люди, которые перенесли недавно операцию, естественно, беременные. Мы послушали Ваше мнение, мнение о обычных прохожих, а что же думает наш эксперт, узнаем. Двигательные упражнения – это позы или, как их правильно называют, асаны, они помогают укрепить иммунитет, улучшить кровообращение. Дыхательные упражнения, они способствуют нормализации нервно-эндокринной системы, повышают концентрацию внимания, повышают нашу стрессоустойчивость. Медитация помогает разобраться в себе, раскрыть свой внутренний мир, понять свои цели и желания. Таким образом, можно говорить о том, что человек после занятия должен однозначно лучше себя чувствовать, как физически, так и психологически. Я впервые была в тренировке по йоге и испытала только положительные эмоции. Надеюсь, в очередной раз я стала еще ближе к здоровому образу жизни. Кристина Карпова, Алексей Новиков, Антон Яровой. Вести. Спорт. Это была программа «Спорт Саратов». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова